И снова здравствуйте! В эфире специальный выпуск. Телеканал ЛРТ сегодня на протяжении дня следит за ходом президентских выборов в Любрицах. Напомню, сегодня граждане страны выбирают из восьми кандидатов главу государства на шестилетний срок. Как проходило голосование в гимназии номер 41, знает наша корреспондентка Анна Троян. ВЫБОРЫ В ЛЮБЕРЕЦКОМ ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В 41-й гимназии открыто 4 избирательных участка. В самом же учреждении работает большая программа. Здесь и концерты, и спортивные мероприятия. Но самое главное, что здесь можно проголосовать не только за президента Российской Федерации, но и за обустройство городской среды Любереца. А также можно выбрать, что именно вы хотите сделать со своим домом, отремонтировать подъезд или фасад. Это голосование относится только к домам, которые обслуживает Люберецкий городской жилищный трест. Многоквартирные дома, чьи жители проголосуют больше 51%, получат право на неочередное благоустройство придомовой территории, и очередной капитальный ремонт, и текущий ремонт, и какие-либо другие работы, которые жители очень согласуются со своей управляющей компанией. Сегодня у нас проводится спортивное мероприятие, посвященное Дню выборов в Российской Федерации. К этому приурочили мы спортивные тренировочные бои по армейскому рукопашному бою. Также пригласили представителей спорткомитета, для того, чтобы они приняли у нас нормативы ГТО. Бои у нас проводятся регулярно, а за сдачу нормативы ГТО предусмотрены грамоты, медали, кубки. Стоит отметить, что на этих президентских выборах проголосовать может действительно каждый гражданин России. Теперь это стало удобно. Накануне во всех МФЦ, территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также на сайте госуслуг можно было взять открепительное удостоверение, чтобы проголосовать по месту нахождения. Планируется, что так проголосуют более 300 тысяч жителей Подмосковья. Это те, кто проживает в регионе временно, работают и учатся здесь, находятся в гостях или командировке. Также для удобства жителей на президентских выборах открыто большее количество участков. Их в этот раз в Люберецком округе 165. Один из них временный, на территории Люберецкой районной больницы номер 2. Остальные же в основном расположены в образовательных, культурных и социальных учреждениях. Мы продолжаем. Анна Троян сегодня успела побывать и в гимназии номер 16 на избирательные участки. И туда, кстати, пришло много молодежи. Давайте посмотрим. Свой гражданский долг активно выполняют и жители микрорайона Красная Горка. Одно из мест, где они голосуют, это гимназия номер 16 «Интерес». Здесь сегодня открыто 4 избирательных участка. Наблюдатели отмечают высокую явку молодежи и те, кто голосует впервые. Кстати, сегодня им положены призы и подарки с символикой Российской Федерации. Всего же в Люберецком округе сегодня работают 165 избирательных участков. Один из них временный, на территории Люберецкой городской больницы номер 2. Безопасность на каждом участке обеспечивают наблюдатели и сотрудники правопорядка. Дежурят кареты скорой помощи. Я пришел голосовать впервые на выборы. Почему я пришел? Потому что все-таки важно иногда, скажем так, проявлять свою гражданскую позицию. И если есть право голоса, то его, конечно, надо использовать. Сегодня я голосую в первый раз, и это очень волнительно. Я надеюсь, что мой голос многое значит. И хотелось бы, чтобы подрастающее поколение также ходило на выборы и голосовало. Потому что от каждого голоса очень многое зависит. Я очень надеюсь, что от моего голоса тоже многое изменится. Также хотелось бы отметить, что сегодняшнему дню предшествовала большая предвыборная кампания. Агитационный период начался 17 февраля и закончился 16 марта включительно. Вчера был День тишины. Почти месяц кандидаты участвовали в дебатах, ездили со своей программой по стране, общались со своими потенциальными избирателями. До участия в выборах были допущены 8 кандидатов. Это представители 7 партий и один самовыдвиженец. Результаты голосования будут окончательно подведены уже завтра. Ну а я напомню, проголосовать можно сегодня с 8 утра и до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт. И если вы голосуете по месту пребывания, вам также потребуется ранее полученное открепительное удостоверение. У нас гражданская позиция, мы всегда ходим на выборы. Любые выборы, любого ранга. А голосовать надо. Каждый гражданин должен приходить на выборы, потому что именно от него зависит правильный выбор будущего нашей страны. Очень заинтересована молодежь. Она приходит сегодня на избирательные участки с самого утра. То есть в 8 часов уже была очередь на все 4 избирательных участка нашей гимназии. На этих президентских выборах проголосовать может действительно каждый гражданин России. Теперь это стало удобно. Накануне во всех МФЦ, территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также на сайте госуслуг можно было взять открепительное удостоверение, чтобы проголосовать по месту нахождения. Планируется, что так проголосуют более 300 тысяч жителей Подмосковья. Это те, кто проживают в регионе временно, работают и учатся здесь, находятся в гостях или в командировке. Хочу напомнить, что сегодня всего в округе работают 165 избирательных участков. До их закрытия остается еще 3 часа. Наш корреспондент Даниил Михайлов наблюдал, как и тут выборы на севере Люберец. Он отправился в школу номер 21. В России пост президента был утвержден в 1991 году. С тех пор сегодня выборы проходят уже в седьмой раз. Мы находимся в Люберецкой 21-й школе, где находятся 4 избирательных участка. Сегодня, как многодетная мама, как активный гражданин, как член общественной палаты городского округа Люберца, сделала свой выбор, проголосовала и отдала свой голос за будущего президента России. И считаю, что сделать это должен каждый. Одно из главных новшеств нынешней избирательной кампании – это голосование по месту фактического пребывания. По месту жительства мне пришлось открепиться. Сделать это было несложно. Все эти заявления принимались в МФЦ. Также это можно было оформить на портале госуслуг, не выходя из дома. Поэтому я прикрепилась там, где я буду находиться на работе, в избирательной комиссии. Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что же, напоминаю, что сегодня, в единый день голосования, корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков и прямые включения из территориальной избирательной комиссии округа. Следите за эфиром, не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин